Ты познал тайный черный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, долгий, ночной угар, лютый ненавистик пожар. Будем вытрясывать свои бабки из маленького подлого гнома. Ну что-нибудь типа того. А вот это не тот чанфанели на входе стоит чанфанели? Смотрите, сам ко мне вышел. Ну что, гнида краснолюдская, бабло гони. Ты кого нам бабки решил поставить? У меня тут твои деньги. А, да? А также презент в благодарность за оказанное доверие. Этот меч зовут инспектор. Он меня столько раз выручал. Этот меч инспектор? Забейся своего инспектора в чайку, у меня лучше мечи. 500 крон. А шуму-то? И вот еще что. Прошу прощения за вынужденную заминку. Всегда пожалуйста, я бы еще деньги вложил. Раз мы теперь друзья под протенты. Что за меч-то где? Ну, я думал, сейчас опять мне будут мозг компостировать, но нет. А вот это что? Касус Фаидерис? А, вот он. Щитовод, а не инспектор болван. Даже читать не умею. Ай, да. О, ой, блядь, ой. Ёпта, ну. Блядь. Не дамага, ничего. Нахрен мне такая игрушечка. Так, а давайте теперь посмотрим, что там у меня. У меня же ремонт дома делают. Вот там, вот там вот. В Корвобьянка. Там уже должны были крышу построить, наверное. Сутки-то прошли. Он вообще два дня говорил. Да что за ёпта, ай, ну да. Всё с фоллаутом путаю. Чё за хрень? Вот перемещение от столба до столба. Как будто здесь какие-то кареты маршрутные ходят. Сейчас поглядим, чё там у меня. Молдаване настроили. Надо было краснолюдов нанимать, они хоть умеют. Смотрите, как быстрая загрузка. Это абсолютно из-за оптимизации. Я знаю английский, я знаю игрок. Если муж какой не пьёт, его баба дома бьёт. Народная мудрость. Абсолютно согласен. Да. А, они нарисовали мне цветочки на стенах? Но, сука, это всё тот же сарай. Да. Неудачное капиталовложение. А, вот, смотрите-ка. Прибрались. Так, где мой... Да, что ты делаешь, придурок? Где мой фонарь? Так, зашёл домой с факелом и пожар устроил. Так, щит на месте. Ковёр. Но... Ай, нравится. Ай, царь во дворца. Делай то, делай это. Царь во дворца. Трофей. О каких трофеях, интересно, идёт речь? Использовать кровать? Господи, чего она нужна? Хавчика-то наготовила. А где моя вечно жрущая корга? Почему она всё это ещё не съела? Непонятно. Мечи мои. Чёрт, какая-то борода. Ой, стойка для доспехов. Может поставить сюда мою броню чёрную? Нет, жир насрать будет. Чёрную броню ещё сюда ставить. Надо сюда медведя сет воткнуть. И кота тоже. Теперь у меня три стойки для доспехов. И не одна. Сейчас всё туда перетащу. Так, медведь. А, и... А вот это что? О, школа змеи. Давай, школа змеи. Хотя есть ещё ведьмачи. Они тоже неплохо. А, охотники за колдуньями. Они вообще хорошо смотрятся. Так, вот это отбой. Афирские. Да хоть глафирские, мне кажется. Ну, будет там такая разнобойная херня висеть. Перчатки новолуния какие-то. А, афирские. Так, что ещё от медведя у меня здесь? Вот медвед. Это медведь тоже, да? Волк. А, вот. Ну, чё-то они бронированными-то шибко не выглядят, я бы сказал. Змеи, волка, медведя. А, и нравится. Ещё бы седло от плотвы куда-нибудь на стенку прибить. Корвообьянка, былую красоту. Этот квест подразумевает развешивать картины здесь? О, картина. На щит. Блин. Чёрт. Неправильно сделал. Так. Что я туда повесил? Ты чё, придурок? Вот. Вот оно. Вот так вот. Вот так вот. Нет, в центре эта композиция не смотрится. Давай медведя сюда вешать. Во! Да ну, блядь. Как будто тевтонец тут как будто разделся. Это же не медведи, нихрена. А здесь вообще... Ну, до в рот его компот всё равно нихера не видно. Так себе тут всё. Я вам скажу, так себе всё обустроил. Стоек для мечей мало, вешать некуда. Не нравится, ёпта, переделывай. Сейчас скажешь, давай ещё пятюню-то даём. Так, я пришёл сюда забрать. Эй. Щит Равикса из черторога надо повесить в другом месте. Вот, странно, уже два щита в игре есть. Ни одним нельзя попользоваться. Нахрен тут мыши хвостовые растёт. Мне к картине не подойти. О! Раз щит, два щита. Ну, они, сука, разные на вид, блядь. Это отстойно. Чё за квадратный щит. Вот этот щит с вырезом под копьё. Помните, в фильме Троя таким Гектор дрался, по-моему. А, или Ахиллес. Ну, неважно. Вот такой щит был, у него был вырез. И туда копьё ставили и тыкали. Копьём. Так, а чё у нас на чердачеле? Блядь, а вот эту стену нельзя было переделать? Почему я через неё соседнюю комнату вижу? Стол, стул. Кто тут спит? Непонятно. Наверное, мы здесь коргу держим. Коргу-то не подмолодили заодно, нет? Смотри, всё жрёт. Вкусно. Правда. Просто. Прекрасно. Спасибо. Моё почтение за озвучку. Блядь, может мы её лучше на костре сожгём, а? Эй, нахер мне твой мышехвост. Как идут работы, Варнава Базиль? О, прекрасно. Общий ремонт завершён. А ещё я позволил себе установить стойки для вашего оружия и доспехов. Если вам захочется выставить их. Кроме того, я приготовил места для нескольких новых картин. А, да, Брямс. Я одну такую картину даже знаю. Рабочие при расчистке винного погреба наткнулись на нечто весьма необычное. Мне кажется, в вашей милости стоит взглянуть. Если ты так говоришь, пойду посмотрю. Бля, маска классная вообще. Даже не хочется тяжёлую броню снимать. Только из этой маски. У меня все перки на лёгкую броню, как бы, а я надел тяжёлую. Но она так классно смотрится, что даже не хочется. Советуют её в красный цвет... Папа, тут пригодился. Надолго. А я, блядь, кто? Советуют в красный цвет покрасить, чтобы была как броня Дракулы из Брэма Стокера, как я понял. Да, я смотрел этот фильм, действительно похоже. Но у меня нет столько красной краски. У меня там два тюбика всего. Не, классно. Броня смотрится. Я думал, он опять какую-нибудь песню затянул. С нашего... Интересно, за этой стеной что-то есть. Рабочие наткнулись на стену порушенную и говорят, вам будет интересно на неё посмотреть, блядь. Ну да. С чего они решили, что мне на всякую рухлить? Смотреть интересно. Алхимическая хероборка здесь. Смотри-ка. Письмо Юлиуса Бангав. О, у меня, смотри, тоже скелет Майкла Джексона. Тому, кто найдёт это письмо. Меня зовут Юлиус Бангавхе. И если ты читаешь эти слова, то меня наверняка уже давно нет в живых. Из-за моего происхождения и связи моей семьи я был отдан на обучение в Банарт. Знаменитую школу для чародеев. Но так никогда её и не закончил. Ибо всю мою жизнь гораздо сильнее, чем магия. Меня привлекала органическая алхимия. Этой прекрасной науке я посвятил лучшие годы своей жизни. А стол, рядом с которым ты наверняка сейчас стоишь, это плод моего труда. Да-да-да, блядь. Это очень много текста, чувак. Очень много текста. Видно, когда ты здесь жил, алхимик. И что мне с этим делать? А-а-а! Ни хрена себе! Что я сейчас сделал? Малый мутаген? То есть я разбираю большие и получаю малые. И что мне с ними делать? А-а-а! Теперь крафтятся они, по-моему, да? Или нет? Я прибью нахер сейчас того, кто мне этот стол подогнал. Да, они вон крафтятся, смотрите. Большой зелёный. Большой красный. Охренеть! А эпично огромный нельзя? Вот это да! Вот это да! Не зря лимон делал. Всё, понеслась, давай. А это что такое? Малый синий. Подождите. Малый. Мутаген из эхидны. Похеру, давай, всё. Разбирай. Мне на левел надо там, чтобы прокачивать новые мутации. Мне как раз надо эти большие красные, большие синие, большие зелёные. Все сгодятся. А нельзя вот сразу все разобрать? Хотя, по большому счёту, вот синие мне как раз нахрен не нужны. Ну ладно, пока хватит. Хер мне тут два часа с ними возиться. У меня всё равно левела нету. Всё, а что ещё не сделали? Ну тут всё вроде так и было. Ну раз что, трупы убрали, да кровь помыли. Вернуть Курвабьян. Быструю, былую красоту. А что я ещё не вернул? Этой деревне. Ведьмак бы тут пригодился. На что она намекает каждый раз, когда я здесь прохожу? А вон ещё место для картины, смотрите. Стойка для мечей. Давай сюда поставим вот этот, наверное. А, вот, турнирный мой меч. Меч Равикс из Черторога. Непонятно, куда лезвие пропало. Щитовод. Он, щитовод какой-то гейский. Касус Фердидус давай поставим. Наверное. Что-то, блядь, он какой-то тоже, ёпта, незрелищный ни разу. Школа кота, школа змей, мантикора. Стальной меч. Серебряный меч, школа мантикора давай. Ай, похер, он и так пойдёт. Да это чё. Тоже мне Симс нашёлся. Ты знаешь что-нибудь о лаборатории в погребе? Может, кто-то из прежних хозяев интересовался алхимией? Лаборатория? Алхимия? Я об этом ничего не знаю. Но, полагаю, для ведьмака это очень интересная находка. Так и есть. Она была замурована, а оборудование очень старое. Её хозяин жил в Корвобьянке задолго до твоего появления. А вам не кажется, что дворецкий похож на Гюнтера, а у Дима? Только в очках. В нём были манзурки и колбы из драконного стекла, перегонные кубы, венгерометры. Простите, ваши милости, я не очень разбираюсь. Словом, это... Слышь, у нас лаборатория метов в подвале. Ты чё мне тут, блядь, несёшь, говно? Ну-ка, зрачки показал. Ой, а я-то как счастлив, сейчас кончу прям. Ну, мне осталось только два станка во дворе поставить. Насколько я помню. Нахуй мне их осматривать. Подожди, дом ещё можно строить? Вложить в этот дом немного денег, он станет более... Я уже вложу в него денег больше, чем в казне Новиграда. Следует воспользоваться случаем, и раз уж мы закончили общий ремонт, можно подумать о новом ложе или дополнительных стойках для доспехов и оружия. Кроме того, я бы порекомендовал перекрасить стены в гостевой комнате и сменить там мебель. Полагаю, там больше ничего и не потребуется. В Икеа купим за 100 крон. Мне нужна хорошая кровать, стойку для оружия, стойки для доспехов. Ну, например, гостевые комнаты. Я думаю, в комнате для гостей. Не то, чтобы я ждал гостей, но... О, это не имеет значения. Комната для гостей обязана быть в каждом уважающем себя доме. О, да. А вдруг кто-то внезапно захочет проведать вашу милость? За тысячу пусть нахуй идет. Со своими проведенными. Мне нужна стойка для доспехов. На пути мне встретилось немало прекрасных доспехов тонкой работы. Совершенно верно. Они придадут интерьеру более ведьмачий характер. Пятьсот, блядь. Ну, чисто вот мне для... Нет, мне неинтересно даже, сколько она стоит. Пошел ты нахер. Да, вот разумеет. Пятачок. У меня сколько денег-то вообще? Тысяча. Какие тут, пизду, ремонты с такими деньгами. Так, а если во дворе я хочу что-то поставить? Соткнись. А другому? Ёп твою мать! Они еще и здесь добавили. Плотва достойна просторной конюшни. Посадим в саду травы. Плотва? Моя лошадь. Ты ее видел? О, хорошая... За две тысячи плотва пусть на лугу пасется, блядь. Давай посадим в саду травы. Ты видишь ли, иногда мне нужно сварить эликсир, а нужные травы не растут поблиз. О, так ведь... Две тысячи за травы, блядь! Я их хочу курить буду. Мне иногда... Адмирал Рампали когда-то... Да пошел он нахуй. Блядь. Хорошо, я зайду позже, когда выебу дочь миллионера. Пошел нахуй со своим ремонтом. Просто вообще высасывание денег. Блядь, наглое. Наглейшее просто высасывание денег. Пиздец какой-то. Там на броню надо еще 10 миллионов крон найти на эти супер-двемеритовые пластины. Так еще и на этот дом, блядь, высасывают. Пиздец. Отправиться к княжескому Камерлень. Подождите. Винные войны. Решить проблемы винодельной верментина. Короната. А, какая из них? А, Матильда. Надо телке помочь. Я думаю, что сначала надо... Ёп твою мать, а что они в разных местах-то у нее все? А, в одном? Нету разного. Смотрите. Раз, два, три. Четыре, блядь. Сукина дочь. Пять. Нихуя тут круг почета надо сделать. О, боже ты мой, нет. Знаете, я вот по дороге, когда будут другие квесты делать, может быть, винодельная верментина и попадется. А пока пошла... Винные войны, блядь. Братск. Что за братская любовь? Поговорить с заказчиком. Пошли за... Вошли братскую любовь. Подожди, а ведьмачьи заказы есть? Блядь, тут скеллиги. Это еще ссана. Школа Грифона, школа волка. Хы, обломись. О, кровь и лепешки. Найти управляющего каменоломни. И где это? Блядь, ближний свет, твою мать. И опять здесь нету этих... Столбов. Что, придется атмосферно проходить, короче. Вот заодно сюда заехать. Что это такое здесь? Да. Ну, что я парюсь. Все, кто угодно, могут и перемотать на худой конец. На расхудющий. Ну, все равно, блядь, а как делать эти квесты, которые здесь раскиданы по всей этой карте? Вот если по ней не ездить, а быстро перемещаться, то все равно потом тебя заставят ездить. Ты или сразу все объедешь, или... Ну, это анальное принуждение, конечно. Как ни крути. Я уверен, что это тоже какой-то квестовый. Если раньше знаки вопроса были просто знаки вопроса, там, прибегаешь какой-нибудь там этот... Какая-нибудь телега перевернутая, там, какое-то сокровище, может, кто охраняет. И все, и... Блядь. Ну, как они это делали, а? Вот, а здесь это все прямо вот какие-то... Ой, блядь, я сейчас... Сейчас у меня... У меня уже, блядь, энергия в заднице копится для ядерного взрыва. Сейчас просто бомбанет. Вот я чувствую, уже подкатывает кому к горлу бомбящего. Вот сейчас вот... Просто... Блядь, ты посори нахуй. Фристайло! Ракка-мака-фоу, йоу. Ха-ха-ха-ха, блядь. Ха-ха, чё нахуй? Чё, сука, происходит, блядь, с этой лошадью? Вау-вау-вау-вау. Сейчас как в ебу мечом, блядь. У-ху! Где этот художник? Самое время рисовать его картины. Не, давай с другим мечом. Вау! Во! Шашки на голову! Ш-ш-ш! Блядь, платва в ветках запуталась. Сука. Хуй тебе, а не конюшня, дура, блядь. И чё? Как мне спешиться-то? Я ебу. Мне не слезть с неё. Скакать карьером. О! Мы ещё можем скакать карьером. Вот я говорил, блядь, не зацепись яйцами за куст. Говорил тебе, блядь, грел? Сука, всё равно зацепилась. пиздец так надо не подходить к этому опасному к ну-ка еще раз можно там да смотрите это не просто куст это куст куст ловушка какая-то на него можно реально зависнуть так все пешочком прошел но тут в принципе и эта хуета рядом уже я уже я ушел нахер на всякий случай пешочком дойду чё за звуки что там что-то а я понял это блять опять это залупа архиспор это саны от не сектоидов давай и волга блять пей ты ее не надо и разглядывать все в бой а по тяжелым доспехам урон то у него что-то вообще не заходит заметили да нет заходит а мой урон чё где какой ничего не дамажу ваще блять и волга просто не будет каркайте в меня полностью это меня лечит как в этом в дмб плюнь мне в роже прошу тебя по-братски блять ну пиздец к ним даже не подойти они заебывают а чё такое там еще рыцарь какой-то померший ай нахуй иди все вопрос улажен кто это сдох то здесь письмо отцу голубая краска галубая краска всему виной стальную меч буклерского гордится бля я надеюсь он денег стоит любимый отец свершилась я посвящен твои старания не пошли прахом и я исполнил нашу общую мечту твой единственный сын стал рыцарем надеюсь ты рад благодарю тебя за годы лишений тяжкого труда я знаю что ты отказывал себе во всем только затем чтобы мне хватило купить коня и рыцарское снаряжение зная что ты трудился сверх меры чтобы мне прожить в баклере поэтому в баклере поэтому я первое свое задание посвящаю тебе отец хуен мне нужно истребить каких-то диких паразитов которые заверись у главного тракта да это не поход на драконов но я все равно в предвкушении твой любящий сын мишель субер коза или субер козу ну чё надо ему мечта сына принести хотя уничтожить все это место и начальки споры снова прорастут нет критик с тоже до конца не допилен как бы нет бы дали задание там старику доспехи то может привести какие-то тоже рыцарь ёпты печального ордена быстро тебя приходовали на первом же задании вот не дано тебе но не лезь то нет ёпта нет надо блять как же без меня так тоже кто же мир спасать будет так карта мира что там еще по дороге есть бля надеюсь кустов по дороге хотя бы нету а вот так меточку там лодка впереди кстати плотвень так давай только это с кустами осторожней по широкой дуге их объедем на всякий случай мне эти конопляные кусты сразу не понравились ну давай тут воды тебе по подковы блять все я прибыл от вани так быстро тоже домик чей-то лодка типа чья-то ну давай я уверен что он без нее обойдет трогай ускориться как ускориться в паруса подуть что так себе ускорение хочу сказать на плответ побыстрее блин едешь ну пожалуйста ну прибавь ты да что это за место опять какой-то рыцарь подох кто его убил блять утопцы ну что за ёб твою мать разве ж это подвиг для странствующего рыцаря нет сейчас эти пидоры огребут чё суки не ждали несмотря на то что на мне тяжелые доспехи а перкина у меня на скоростные атаки легкие доспехи но урон все равно наносится такой нормальный просто линчевал ну кто на этот раз письмо паскалю полисье маленький ключик сломанное весло удочка дратва драта мой дорогой паскаль надеюсь ты в добрым здраве ты хорошо знаешь сколь сильным я дарю тебя расположением и как и горячо жажду чтобы ты был моим мужем то что они что гомосеки были а это он получил письмо вскоре мы пойдем под венец но ты наверное понимаешь что это должна быть церемония который могла позавидовать сама достопочтимая княгиня не думаешь что я тебя в чем-то упрекаю мой милый но вообще-то мы оба знаем что твое скромное жалование не позволит нам дать столь шумный балл которого мы заслуживаем но не печалься я нашла решение для этого кошерного а крошечного затруднения господи о чем я думаю крошечное затруднение хуела ты знаешь что на дне реки сэнс ретур лежит затонувший корабль но верно не представляешь как он затонул еще при князе раймунде паульсе наверное один из богатейших вельмож гэл саска решил дать бал на середине реки что это был за бал элегантные дамы в прекрасных туалетах элегантные мужчины белые рубашки великолепные дублеты сам гэл говорят принес на палубу сундук с украшениями и несколько раз менял перстни блять кто там наяривает господи ну ебаный насрал ну что там надо ну так вот только для того чтобы всех покорить своим богатством он вынес сундук на палубу несколько раз переодевался но внезапно разразилась буря ветер поломал мачты и опрокинул корабль тогда все эти богачи обвешанные золотом и драгоценностями пошли на дно за несколько минут у этой трагической истории однако может быть счастливый конец поэтому что я добыла ключ от затонувшего сундука голосаска и где-то его блять нады было интересно теперь ты наверное видишь что наше зажиточное будущее уже на расстоянии вытянутой руки утопленникам бриллианты не нужны не правда ли любящая тебя больше жизни бэлла де гюнесс любящая тебя больше жизни но чуть меньше чем бриллианты надо было написать и где это у нас а вон он нос нос торчит недалеко я лодочка моя да пожалуйста ну а это что такое сундук я об него аж споткнулся настолько он незаметен эй где тут он не бегает по своей лодке главный он по ней ходит вальяжным шагом ну пожалуйста уплыви ты отсюда ничего страшного я сейчас быстро нырну потому что я в тяжелых доспехах я по нырянию сейчас наверно просто чемпион я за пять секунд сейчас на дно наверно на дно опущусь быстрее чем сука их тиандр бы это сделал да это и есть смотрите это нос корабля затонувшего походу торчит ничоси и до этого никто не нырнул и не вы не вытащил сундук не прошло три утопцы от конечно охрана мощная но я понимаю если тут левиафаны какие-то плавали мощные но здесь ссаные утопчики офигеть драконья чешуя ой может пластинки двери 9 9 демеритовые главное не набрать столько чтобы всплыть потом смочь блять красок этих ёпты ёпты я не вижу где пора всплывать чувак пора всплывать давай давай бля гриб о нет успел так ой утопец иди нахуй а говно утопское а а чё это он он чё бессмертный что ли или у меня стрелы какие-то неправильные стоят арбалет у меня чё за я понял что у меня наверно арбалет нет смотрите 33 урона давай из этого попробуем тот наверно бутафорский какой-то ну пажа но почему он блять не стреляет пиздец реально бессмертный утопец это наверно квест такой чтобы тут не шибко плавал тебе еще утопцы мешают они же обычно с двух с двух болтов погибали подыхали даже я бы так сказал не ну польза этого лута конечно неоспоримо драконьи чешуйки это раньше дракона надо было по моему убивать чтобы их надыбать или драконитов не то чтобы они были мне сильно нужны сука я тебя выманю сейчас на берег и там отъебуши реально говно ссана иди нахуй чё прикиньте начнет за ноги держать и вся показок не утонешь найти шкатулку на вашем корабле пошел нахуй только я чё то не вижу никакой шкатулки здесь пидорас блять какой так надо его заманить на лодку он на лодку нападает я знаю мечом то его быстро сейчас шпиндахорю блять такая хуйня ой боже блять пиздец чё за день ну платва застряла блять утопец бессмертный нахуй ну что за ебаный ну и все они съебали отлично пойду нахуй за кадром короче найду это говно блять как бы охуенно интересный квест конечно вот она где под самым сука носом корабля я чё то не вижу тут бриллиантов орехи лаковая пластина вижу а вот у нее жерели блять панталоны какие то все поплыли отсюда нахуй вот теперь вот реально можно не успеть всплыть утопцев кстати убил не знаю почему внезапно они стали смертны наверное потому что у меня волшебные болты кончились все и обычными их застрелил не знаю не знаю в чем дело так задание опять конечно же скинулось ведьмачьи заказы кровь и лепешки там кто-то убивал убивал и какал походу судя по названию ну как обычно в записке все преувеличили то есть там бриллианты там вообще там вообще все блять мы там горе знать не будем до конца жизни не на эти деньги даже сука простыню для кровати в кровобьянка не купить не знаю может в древности когда это письмо писали кита хотя труп свеженький нож не какие-то цены другие да давай ты господи ты можешь плыть что-то впереди прям саванна какая-то сейчас графика подгрузится будет нормально и нормальные деревья будет наверно с разгона парковать лодки плохая плохая идея ну давай где плотва вон плотва может это она за на кустах повисло потому что я отказался и конюшню за 2 ксаря строить ну извини родная 2 ксаря за 2 ксаря сам блин зайца в поле сука вилами убью коровы интересно а вот этот демон который выпрыгивает если коров рубить он еще и остался в игре классно поляки решили проблему с фармом денег и опыта вначале если кто не знает а многие вообще как с не играли ведьмака никогда судя по комментам некоторые умники придумали интересный способ фарма денег и опыта они стали рубить в начале игры стадо коров в деревне у корову зарубил шкуру залутал продал помедитировал минуту коровы зареспаунились и так по новой дело в том что коровы сдачи не давали разработчик узнав про этом выпустил апдейт в котором при убийстве коров после примерно 5 или 4 коровы выпрыгивал этот без лесной огромный такой реликтовый моб он 30 какого-то там левела то есть но в начале игры у игрока просто не было шанс его убить вот он выпрыгивал и разрывал жопу этим хитро хитро вы хитро выдуманным игрокам вот так вот у поляков все радикально никаких тебе отмена лута никаких те церемоний там боданий коров просто демон выпрыгивает и рвет жопу это каменоломня блять ступеньки злейший враг ведьмака так не нужен директор этого заведения терпения терпение я слышал кто-то сказал тут про терпение ни хрена это охранник сказал я думал то директор каменоломня речи толкает блять я шел так долго что он врос в камень ух ты у него игры работает что вы несете какая еще кара просто так вот неудачно вышло давайте за работу а то если мы голову вовремя не закончим нам заказчик яйца открутим так вы и значит и скажете вдове эмильена корова мол его раздавила несчастный случай это милые мои серьезные тела тут ага какого надо позвать или другого мастера что у вас тут случилось слепой черный черный секс уже тут мак что в город приехал может он и нам какие экзорцизмы почитать какой плечистый чувак смотрите какой широкий пипец объявление там было про какую-то корову кару так самая настоящая боги должно быть совсем озверели потому как в зерикании сперва шел дождь из саранчи а потом уже из лягушек а у нас сразу по людям коровами херачат коровами херачат водите сюда мастер ведьмак я вам все спокойно объясню а тут они в пещере стоят чтоб корова сверху не упала что наверно дело дрянь надо же корову раздавила жалко эмильен добрый был работник я им сразу сказал наверняка всему есть простое объяснение они метал дычат мол божья кара давай доплачивай за сложные условия но сами понимаете ох разорят меня паскуды значит мне надо понять почему с неба упала корова так ну и это тоже корови стерву убирать не стали так на втором карьере какое-то говно завелось ничего странного что за корова была откуда неясно ну обычная пёстрая ничего особого во втором карьере лежит воняет а эмильен прямо под ней что вы заказ то брать будет или как мне нравится этот актер озвучки надо его почаще выгрызывать лежит воняет чем вы тут занимаетесь делаем статую пророка лебеды начаться не все сразу а так по кусочкам тут объявился богобоязненный заказчик и считай через 50 лет заново запустил строительство подрядил все каменолом не в округе и все бы шло по плану если бы не это происшествие я вас прошу мастер займетесь этим мне нужно разузнать побольше об этом деле кто-нибудь видел что произошло нет но шум слышали а стерв как раз пошел к мильдену глянуть как у него дела а тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет еще что-то об этот кран приложился не корова билась должно быть нет мы по-всякому хотели с утра посмотреть что там как только нас это паскуда прогнала но вот с тех пор работа и стоит так что не конетельтесь а скажите беретесь мне кажется просто какая-то какой-то дракон корову тащила выпустил наверное из когтей я проверю может здесь поврежденный портал не думаю награди вас святой лебеда детишками буду ждать вашего возвращения с детишками как раз проблема чувак 83 шага так дождите три краски красными есть сапоги можно черные оставить наверное коричневый сделать тогда эти попробуем сейчас может красные доспехи эти реально будут лучше а у меня же маска черный еще нет потом когда красные краски наберет хотя блять когда потом я чё всю жизнь буду в этой хрени ходить что а сука она только ведьмачий доспех красит ну пацаны облом придется в готическом черном ходить ну так даже брутальнее самом деле лорд некромонгер все дела да что то сходи посри у тебя чё запора что ли срать ему хочется господи что за подожди корова что наверху лежит а там и доска объявлений еще заодно пустоши да подожди а где а вон он нет-нет-нет-нет-нет а бля хорошо кто-то в комментах написал что надо кувырок юзать аль гуль ах ты ебаный ублюдок только не аль гуль еб твою мать вот кто угодно только не он нет где трупоеда но где это дерьмо что она в магический тварь и вот он трупоеды даже не знаю что против альгу ли визу то наверно вот это брасы шли разлетелись главное чтобы следов не задоптали он что-то кругами бегал оба 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 чё началось то опочки опачки опа от сука каналья тысячи чертей да ты так сдохнешь так сейчас он полежит еще потухнет минуточку философ политолог ищет единомышленников еще места где мог бы прочесть свою лекцию под названием бестия как метафора монархии руфус ван рейн блять эти люди творчества пропал сын мой четвертый малолетний сын мать и сон ну так с таким именем и я бы потерялся не возвращается домой уже десять дней боюсь как бы он не стал оруженосцем какого-нибудь странствующего рыцаря не отправился с ним по белу свету если кто знает что с ним делается пусть даст мне знать амелия блосс мать его пара старичков в беде я всем хотела рассказать какова истинная натура графини сахар так вот эта сука ничтоже сумнящийся вышвырнула на улицу двоих старичков которые с незапамятных времен жили в хозяйстве базан уж не знаю чем он зачем она это сделала но поступок был исключительно подлый аноним коему чужда подлость вести насчет гензы четырехпалого архидьявол филберт четырехпалы и его банды угнездили замки монкаран оттуда они совершат грабительские набеги и мучают всю округу новости в атаке четырехпалого только на нашей доске объявлений заебись я шлюха может я и не самая прекрасная дама но любого охотчиво от трахаю так же что он никогда уже не вернется к этим по блядушкам из колоколов боклера грязель да я помню кошку из мюзикла кэкс 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 блять грязельдой звали поход рыцарей на кастельда чью как всем известно с того дня как негодяй прозванный фильбертом четырехпалма его банда перебила семью владевший поместьем кастельда чья там творятся скверные дела люди говорят что имение стало домом при перемирского живодера настало время это установить и выяснить наверняка собираюсь мальчиков который отправится мы туда странствующий рыцарь хинкель бородач но это просто записка это не квест они это такое это отметка то есть записку не надо брать или мне отметка грязель по и отметку на шлюху грязель ду дали что ли так стоп а сальгу ли нам собирать это значит тот им или я на котором говорили работники бедолага сандаль торчит лапать на корове надо смотреть с хуй с ним семильена от когтей он понятно чё помер теме как у драконида может верно смерть вызвали не эти раны так и думал что кто-то несу распортое брюхо крови не так много значит это произошло после смерти сердце уже не нагнетала кровь труба еды сожрали на небольших труповеды ясное дело тут же сбежались на добычу часть ткани раздавлена она явно упала с большой высоты раздавлен большим весом основание черепа сломано свежие следы зубов труповеды но они его подрали уже после смерти фокус такой на видео все ясно корова убилась после падения с высоты и когда ее упустил какой-то драконит наверно молодой нёс корову в гнездо она оказалась слишком тяжелый эмильен по несчастью как раз стоял внизу теперь еще этот кран ничего дракон сел на кран как наверх то залезть там записка была но записку эту я уже читал на одной этаже пизде расклеена как я понял а чугер где прыжок-то паркур ведьмачий ну ёб твою только не кусты кровь должно быть драконит крепко тут приложился наверно он упустил корову его мотнула в воздухе вот она поранился следы жена тем легче будет его выследить на вот тебе двушечка опыта заслуженно корова блять и лепешки следы крови драконита едва заметные я на верном пути не кажется он мог улететь на такое расстояние что уже бесполезно его как бы искать то в общем то ну чё я больше не вижу а он они появляются глючновато работает это дело кстати надо поменять эту херню где драконитов проклятых огров реликтов драконитов здесь у него хлынула кровь выходит рана была серьезнее чем я предполагал может он сам помер ну и чё геральт не хочет что-то осматривать эти пятна пахнет брагой скорее всего драконит на полноместную винотуру чё драконита запах браги привлекает что сука гнилец пиздец да что за ёб твою мать это я не пиздец не 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 суки блять твари он приземлился на крышу винокурни пошумел немного и потом полетел дальше как ты узнал что он пошумел следы лап похоже он слишком устал чтобы лететь дальше о так он вообще маленький господи что с говно плохо ему было он еле ногами шевелил чем маленького дракона будем убивать что бред какой а тут приземлился второй драконит побольше подождал пока маленькому станет лучше и они полетели вместе и будет легко выследить у того что поменьше по-прежнему шла кровь господи на я говорю что они могли улететь ну просто пиздец значит они летели вдвоем наверное возвращались в гнездо убьем семью драконов юху как классно здесь след обрывается но бьюсь об заклад что там наверху у них гнезда ты наверно это догадался увидев птеродактиля да или чё или опять дедукция мощнейшая вася дедукция надо грома въебать чтобы они не мучились долго все суки я уже иду где-то деду залезть ну блин да и значит это космос сука здоровый блять еще и белый ой блять и сынок после сбросится на помощь они слепые что ли сарик у них глаз нет супер тиранозавр ёбаный он за она зашла туда где ей выйти то нету никак вот гандон нет я не успел выпить ну да вот и все да здравствует квест для живодеров разобрать трофей остальные еще не вылупились надо все сжечь все по тебе лишь бы вредить походу трофея не будет ее закопал блин большой красный мудакин далее да у кота виталия чё за дали это по-моему я уже был меч таким названием либо ой плотва телепортнулась и перевес и задали и тут же блять чё и лопату не выложил вот она далее пробитие доспеха блять задолбали их вот эти пробитие доспехов вес от бога надо торгаша найти все ему слить блять щелчком пальца взрываем теперь что ничёси какая-то новая магия а там внизу еще что-то а тут пещера пойдем в пещеру зайдем я не буду менять трофей на плотве не все говно мне не один нравится шанс отрубить там дополнительные деньги какие-то по как пещеру попасть она выше нарисована там чё спрыгнуть надо что-то а там еще и место силы нихуяся дожди а где место силы наверху не внизу а ничего себя как вот наверное спуск это разваленный форт о котором говорил лафарк надо здесь осмотреться не знаю чё за лафак а школа грифона то пошел надо как спуститься туда вот если здесь например десантируюсь чё будет овощи идеально магия это место силы давай черпай 1 очку мини шикарно а пещеры выше значится смотри-ка а нет то есть вход а ну и все вот что-то нехуй делать давай до свидания вы полезный квест полезный даже если денег не дадут то очко очко умений туда уже дали давай плотва господи как те армите амортизационные копыта поставить что-то о какой прыжок час за минуточку да и доска чем это не дракон этого выслеживать два часа так может я срежу тут через что-нибудь да через кусты 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 давай плотва еще разом позови с ней я сдам тебя на мясо лошадей мало что ли угоню другую чем фанели не торопись работа ему все лишь побухать оп 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 нормально курочка у ручка мы в дамках оп стопы чё это у него тут штаны блять и что выяснили что с коровой то возвращайтесь к работе ни какое-то не проклятие и не кара так и я с самого начала о том же говорю как камень с души свалился в чем дело-то было молодой ослеск пролетая над каменоломней упустил добычу которую не с матери и братьям он лежал как яйца так что так что они теперь без яиц за предусмотрительность хвалю но как и сказал больше вам заплатить не смогу потому как нечем больше не надо платить сколько обещал и спасибо мастер ну такой квест в общем-то стандартный все прояснилось никакие боги на нас кары не нацелали а был просто дракон но теперь его нет эмильеновой вдове компенсацию заплатим чего вы еще ждете живо живо а мне кажется тут все равно что-то странное творится строители что памятник складывают где они уже три дня как должны были до нас добраться а что-то в ардаиза так и не появились ардаиза тоже что-то раздавила и сожрала о саранча небось как в зерекане что вы мне тут за бред несете архитектор писал что у них большой транспорт мрамора из метины на бороду пророка так что они опоздают на неделю все хорош болтать за работу на бороду пророка как работать неохота до мастер я сам выйду епта тунеядство процветать где-то я соврал чтобы они тут снова не запаниковали но рабочие правда куда-то за пропали зайдите ко мне позже я вам объясню подробнее отлично началось в колхозе а я видел этот квест это и есть наверно статуя пророка любеды плану но делать его уже буду следующей серии потому что сегодня еще стрим фоллаут так что надо не главное это не перегружать себе тип-то он так что чем-то на 1 жмите чем пишите и все такое